здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале мама на море канале об отдыхе и жизни в турции меня часто спрашивают особенно те люди которые планируют переезд в турцию что же делать с детьми основной и главный вопрос это как же им продолжать учебу а желательно продолжать учебу по русской программе сегодня я хочу познакомить вас с уникальным для анталии и турции в целом проектом который как раз решает эту задачу мы сегодня с вами придем пришли вот я уже здесь в коворкинг катюша для детей который помогает родителям и детям продолжать обучение на онлайн-платформах а также социализирует и дает им вот это вот ощущение детства праздника и общение с другими русскоговорящими детьми поехали здравствуйте катерина спасибо что пригласила мне сегодня к вам на экскурсию в коворкинг я давно мечтала вас побывать потому что реально делайте большое дело для русского общества всем всегда рассказываю что есть такое решение для детей и сегодня хочу чтобы подробнее рассказала и мы соответственно с тобой вместе показали как все устроено ну что расскажи пожалуйста как вы придумали эту идею какую проблему решаете еще раз привет ника спасибо что пришла очень приятно потому что действительно проблема решается очень глобально и очень хочется поделиться с теми кто еще не знает что здесь есть такое фанталии решения для русскоговорящих детей наш коворкинг катюша создан он уже больше года второй год нам уже пошел да мы одни из первых открыли такое замечательное заведение в первую очередь решался вопрос конечно же для социализации моей дочери мы как раз тогда в первый класс пошли платформу онлайн обучения мы нашли для себя классную здорово работает отлично а вот социализация у нас была не решена мы понимали что не хватает общения и вот тогда и пришла в голову такая вот уникальная мысль собрать других детей и как раз дать вот такую интересную социализацию чтобы дети могли общаться быть в настоящем социуме среди сверстников своих ровесников так и в такой живой ограниченной русскоязычной среде но я так понимаю что здесь еще решается задача родителей в плане того что им хочется тоже работать они они сидеть с детьми за компьютером не следить за тем как они в онлайн на онлайн платформах обучаются я так понимаю что ваш проект еще тоже в этом плане очень полезен для родителей ну наверное это тоже одна из моих основных болей было потому что мне приходилось быть рядом с ребенком наблюдать за всем этим процессом потому что но все-таки как не говори вот у нас есть дети 10-12 лет группа да это я самых старших беру и даже они нуждаются в таком хорошем качественном родительском контроле чтобы не залезть вдруг в игру куда-то не отвлечься еще куда-то да а уж что говорить о детях которые первые вторые третьи классы это еще усидчивости очень мало и самоорганизации в том числе чтобы они могли работать заниматься решать все свои задачи да и ни на что не отвлекаться поэтому мы взяли на себя функцию вот этого родительского контроля мы не школа да мы хотим на этом сделать большой акцент чтобы не было подмены понятий мы действительно каворкинг это рабочее пространство для детей то есть они приходят каждый со своими разными платформами со своими задачами а мы как родители за ними следим чтобы они решили все эти задачи так друзья вам интересно посмотреть как же это все в реальности сейчас екатерина нам проведет экскурсию уверена что многие уже знакомы с нашим каворкингом потому что начинали мы совсем в маленьком помещении еще в лимане это было уже больше года назад это один из первых проектов в анталии который я реализовала придумала создала долго ночами не спала каворкинг для детей как найти решение для деток на онлайн образование и уже буквально через пару месяцев после открытия мы поняли что это людям нравится наш продукт понравился детям нравится родителям нравится у нас стало поступать очень много желающих и нам пришлось искать себе помещение больше было нелегко честно скажу вообще с помещениями как я поняла в каньал ты вот что-то на большое пространство это оказалось не так уж и просто но мы это сделали не побоялись взяли помещение можно сказать вообще в черновом варианте с одной стороны было очень страшно но мы нашли в этом плюс в том плане что мы до мельчайших вот деталей когда делали ремонт мы продумывали все здесь уже для своей работы на данный момент помещение у нас вот и камерой и сигнализация у нас по безопасности закрыты все вопросы и совсем недавно у нас еще приходила проверка помещение прошло проверку по устойчивости в случае землетрясения да и сейчас хочу провести такую небольшую экскурсию чтобы люди имели представление куда они приведут своих детей так где их детки находятся здесь у нас вот такой замечательный красивый холл очень хотелось мне так как ремонт мы делали с нуля то продумывали все до мелочей и очень хотелось мне вот большой такой просторный холл потому что это ну сразу на входе какое-то ощущение такого большого пространства светлого доброго теплого там у нас находится раздельный туалет для девочек мальчиков здесь у нас находится раздевалки женская мужская тоже раздельные кабинеты нашем центре четыре возрастные группы вот здесь сейчас у нас находятся самые маленькие ребятки это их группа группа 67 лет вот так вот они у нас сейчас вот как раз гуляют на улице сейчас мы посмотрим ну вот здесь у них проходит интересные увлекательные занятия с их тьютором вот и деток можно оставить на весь день если у родителей есть дела пожалуйста весь день они будут у вас под присмотром расскажи как все устроено со скольки лет вы принимаете детей и вообще режим дня какой-то есть дети у нас 6 лет в каворкинге и до 11 как я уже говорил они разбиты на разные группы возрастные и каждая группа со своим тьютором как начинается день в каворкинге но конечно же все утром у нас прибегают на вкуснейший завтрак поэтому мы самую главную задачу утром с родителей снимаем можете просто разбудить деток отправить к нам и здесь они уже утром пойдут на завтрак после этого уже начнутся у них занятия вот потом у них в течение дня проходят занятия по их онлайн программам где мы помогаем следим чтобы все у них получалось чтобы все работало свою основную задачу выполняем и потом у них в обед идет большой обеденный перерыв где они кушают это примерно в час дня вот у нас кстати многие родители иногда спрашивают и переживают вот как дети много долго сидят за онлайн на самом деле нет долго не сидят и у нас программа построена таким образом что 45 минут это уже и врачами подтверждено в принципе это допустимо не более двух часов где-то в день у них это совокупности выходит у нас есть перемены где отдыхают они при этом у нас гаджеты в любом другом варианте кроме как вот в их рабочих моментах запрещены в центре у нас нельзя не телефон и не игры мы за этим очень строго следим родителям больше это нравится чем детям но тем не менее это тоже наша задача мы взяли на себя чтобы в течение дня как можно меньше дети контактировали с гаджетом сохраняя свое здоровье вот и потом у них уже после обеда начинаются живой формации общения это они танцуют играют игры турецкого английского вот прогулки как я уже сказала и в четыре часа у них уже полдник в пять часов уже в принципе у нас трансферы сейчас про трансферы скажем трансфер уже развозят детей здесь у нас проходите самое интересное волшебное на самом деле это наш спортивный и он же актовый зал здесь у нас была и новогодняя елка и вчера вот мы 8 марта проводили большой праздник для мам много было у нас гостей вот такое вот большое светлое помещение тоже изначально мы его себе продумывали потому что деткам нужно заниматься спортом танцевать петь и все это вот происходит как раз здесь для того чтобы мы могли качественно осуществлять работу нашего каворкинга основная задача это помощь в онлайн занятиях детям мы провели в каждый кабинет свой отдельный роутер с вай фаем поэтому интернет летает сейчас как ракета все работают без перебоев все отлично сейчас мы находимся с вами на втором этаже здесь у нас находится уже кабинеты у нас три рабочих кабинета для детей разных возрастов как мы уже говорили и также у нас находится столовая на этом этаже ну и мой кабинет ко мне тоже приходите хочется конечно отметить на на самое главное место нашего центра и любимое всеми детьми это столовая здесь у нас происходит трехразовое питание нас утром завтраки в принципе с этого день начинается попозже расскажу про наше расписание дня сейчас вот у нас будет обед на обед у нас сегодня вкусный борщ картофель с говядиной рагу нас полностью мы работаем по российскому меню вот для деток все отработанное меню которое они любят это каши это супы борщи гуляши булочки и полдник у нас еще трех третье питание вечером происходит полдник у деток часто приходит вопрос от родителей потому что сейчас у нас русскоязычное население уже ушло далеко за пределы коньялты по коньялты конечно же у нас есть трансфер он начинается с рсу и по порядку едет по всем районам находимся в луч махалесе и сюда к нам привозят деток второй трансфер у нас активный это скипеза тоже много ребят скипезы много русскоязычных сейчас там семей кипез он тоже захватывает и по пути определенные районы тоже сюда возят к нам детей верхний он жалый может тоже захватывать но извини дайте перебила мне хотелось бы добавить сейчас нам к нам стали приходить заявки с лары с мурат паша ребят мы можем также вас организованно возить организовать вам трансфер это без проблем тот же трансфер с лара может и мурат паша забирать просто нужно определенное количество детей не такое большое в принципе на общий трансфер если мурат паша лара можно там от десяти человек вот чтобы это был вам экономически выгодно и интересный трансфер мог дать адекватные цены на деле очень хорошо что устроено что из разных районов разные трансферы потому что если конечно один трансфер который тут это вот всех возят по всей тени и всему городу это конечно не комфортно и вот как раз не сказала по поводу что необходимо с определенное количество детей да на группу сколько вообще у тебя вместилось того кого да мы не резиновые и не резиновые хотя над большое пространство теперь у нас посадка на 100 мест и буквально еще до нового года мы были прямо полные вообще под завязку у нас был лист ожидания пока не началась история своим же всем известная грустная история много семей уехала честно дети плакали но для нас настолько они привыкли к нам и к пространству и друзей завели не хотелось уезжать поэтому сейчас освободились у нас места ребят приходите приходите на личные консультации подробнее еще расскажем покажем потому что у нас многие уже на следующий год начинают бронировать места добрый день я любовь юрьевна тьютер группы 7 лет с детьми мы играем проводим различные праздники вот у нас был недавно праздник масленица 8 марта 23 февраля мы активно участвовали с детьми в празднике пели песни читали стихи приходил к нам фокусник развлекал детей дети были в восторге родители я думаю тоже были в восторге всем все понравилось на также свободное время мы проводим на прогулке проводим спортивные мероприятия игры спортивные всячески социализируем детей говоря простым языком наша роль тьютеров это родительский контроль то есть мы контролируем детей чтобы они не играли в игры когда у них онлайн занятия не отвлекались на прочие предметы если что-то технически случается хотя это крат крайне редко бывает наша задача тьютера помочь ребенку в данной ситуации мы решаем этот вопрос также одна из ключевых задач как тьютера является обеспечить живое общение детям в коллективе чтобы они умели общаться друг с другом так называемый team building мы проводим игр на сплочение командные игры соревновательные иногда игры проводим у нас разновозрастные группы они каждый со своим тьютером практически он от них наверное вот я не знаю не отходит ни секунду они кушают вместе на занятиях вместе гуляют они вместе играют они вместе поэтому поэтому у нас основная задача когда мы поднимаем вопрос кадров и у нас иногда это долго затягивается потому что мы подходим качественно к вопросу у нас в обязательном порядке это педагогическое образование опыт работы с детьми и у нас сейчас в данном момент укомплектован штат они все с педагогическим образованием с опытом работы в младшей школе поэтому проблем никаких не возникает в работе с детками здесь сейчас у нас группа 89 лет у них идет игра на турецком языке а сейчас мы посмотрим как нечто еще в твой кабинет и последние несколько вопросов вэлком у нас вчера был как раз праздник он у меня весь глухой глухая цветами очень приятно и вообще большое счастье после лимана я поняла когда у нас был один маленький кабинет иметь свое отдельное пространство это очень круто мы общаемся с родителями с детьми у нас тут тоже проходят индивидуальные беседы любим мы тоже посекретничать поэтому сегодня вы увидели мэтр ну да на самом деле многие родители тоже переживают вот как же наши дети сейчас сядут за онлайн но дорогие мои родители сейчас наши дети которые в гаджетах лучше нас с вами разбираются этот формат как раз наверно один из их любимых конечно же мы со своей стороны адаптируем помогаем рассказываем да направляем но здесь вот наименьший наверное момент сопротивления детей происходит наоборот очень даже они с радостью этим занимаются касаемо адаптации в целом в центре да но для этого у нас есть тьютеры которые занимаются вопросами социализации деток знакомства их сближение сплочения и так далее мы уже об этом говорили поэтому с полной с адаптацией в целом по социализации здесь вообще проблем нет дети есть дети дети у нас все хорошие активные дружные но старшеклассниками все понятно они умеют уже пользоваться гаджетами мне кажется что с младшим классом с первым классом это намного более сложная история как они не все ладно с компьютерами не все умеют читать писать какая у вас работа по этому вопросу ведется у нас детки которые только начали свой школьный путь конечно такие есть есть у них пробелы в умении читать умение писать даже умение держать ручку есть у нас такие моменты поэтому тьютеры этих групп у них еще отдельно на них идет такая основная задача в работе максимально помочь деткам адаптироваться вот к этой онлайн работе скажем так в целом помимо того что научить компьютер ну не научить компьютер а вот привыкнуть наверное так скажем правильнее привыкнуть к тому что ребенок информацию берет из компьютера вот что он ее должен как-то что-то с ней усваивать да ее понимать вникать в нее он еще и должен свои основные человеческие функции дать читать писать тоже выполнять поэтому максимально стараемся деткам помочь у нас работа построена таким образом что дети решают здесь все свои вопросы закрывают рабочие в течение дня и домой они уже идут именно чтобы общаться с родителями и друзьями а многие еще и после пяти идут к нам на кружки дополнительные поэтому в течение дня они закрывают все рабочие вопросы нет на самом деле платформы во первых они могут быть разные тоже на выборы вкус родителей у нас даже были детки из украины из казахстана здесь главный момент чтобы эти платформы у них могли работать в режиме записи чтобы ребенок мог быть в нашем общем режиме дня вот если вдруг кто-то не знает затрудняется какая как выбрать платформу мы можем подсказать исходя из своего опыта уже можем сориентировать проконсультировать это конечно тоже расскажем если кто-то не знает еще как с оффлайна куда им перейти да это очень наболевший вопрос родителей на самом деле очень правильный потому что одно дело быть у нас даже иногда родители приходят и до конца не понимают как весь этот процесс настроить действительно чтобы не потерять класс не потерять что-то упустить в случае возврата в россию например у нас просто многие именно с россии дети чтобы они не не было упущено какое-то важное время помимо того что ребенок на платформе он обязательно у вас должен быть привязан числится какой-то школе российской школе если вы на российской платформе вот и здесь уже тоже на выбор родителей кто-то сам решает этот вопрос кто-то с помощью платформы которые выбирают решает этот вопрос сейчас это все актуально я знаю что в этом году вот как раз и хорошая новость в этом году даже турция сделала в анкаре если не ошибаюсь прием егэ и лгэ экзаменов этого не было это вот новинка то есть дети 9 11 классов теперь им не обязательно ехать в россию они могут это делать в турции заранее записавшись подготовившись конечно к ним да и вот здесь проходить этот вопрос я даже на примере а вот своего собственного ребенка как мама могу сказать что я вижу результаты в аттестациях очень хорошие у меня на своего рода как вот проверочный такой материал я прямо слежу его отдельно сажаю смотрю как она это делает какие остаточные знания для меня это крайне важно чтобы понимать в целом как работает наш центр пока я очень довольна как насколько я поняла то есть образовательной деятельностью вы не занимаетесь это занимается онлайн-школа та платформа которую выбрал родители на свой вкус вы организуете скажем так тимбилдинг досуг развитие эмоциональные детей чтобы они там в гаджетах этих у нас совсем не окунулись до конца у них все-таки видели мир в разных крас но при этом у вас есть лицензия на вот именно показывали этих красок детям правильно да да все верно еще раз повторюсь что мы не школа мы не берем на себя нагрузку какого-либо обучения образование этим занимаются уже платформы родители мы просто осуществляем контроль и как раз таки имеем все необходимые разрешительные документы на досуговые мероприятия детей то что мы здесь им и делаем чтобы ты посоветовал как подготовиться родителю потому что его ребенок пойдет в каворкинг чтобы я посоветовал я бы посоветовала скорее бежать к нам пока у нас есть места это я вам даже как мама ребенка который здесь находится все дни счастливый довольный закрывающий все свои вопросы по обучению развивающиеся общающиеся и так далее на самом деле родители мои дорогие со своей стороны могу вас заверить что вы можете быть спокойны в плане безопасности деток потому что как я говорю у нас здесь и даже тревожная кнопка есть на случай вдруг которых у нас не будет мы надеемся что дети всегда под присмотром дети накормили вкусный домашней едой дети общаются развлекаются проходят вот кстати говоря тема эмоционального интеллекта нас очень интересные проходят занятия на развитие эмоционального интеллекта тоже вот поэтому решает просто все свои задачи и меня вот даже некоторые родители просят а вас нельзя поставить раскладушки что мы еще и ночью тоже решали задачи потому что настолько нравится настолько интересно но пока не попробуешь не узнаешь поэтому welcome приходите приходите к нам знакомиться да друзья все конечно же контакты нас будут в описании под этим видео екатерины и у кого ртинг от катюша есть замечательный инстаграм есть конечно же телеграм-канал все это будет внизу также они проводят скоро проведут открытый день открытых дверей об этом мы тоже будем сообщать вам на нашем телеграм-канале antalada.ru так что следите за новостями и в общем узнавайте мир есть много возможностей для того чтобы вам было комфортно вашему ребенку было комфортно даже когда вы уехали ненадолго в другую страну по вынужденным обстоятельствам или а вы хотите продолжать все время вести своего ребенка по на русском языке среди русских людей чтобы он общался играл и веселился был активным и позитивным хочу дополнить о некой хороший момент и затронула что бывает люди приезжают попробовать посмотреть страну узнать они пока не приняли решение там день быть прекрасно прекрасно ребят мы и пока будете съездить узнавать знакомиться со страной мы займемся вашим ребенком чтобы ему тоже было здесь интересно вот потому что все таки в детской среде дети больше адаптируется к стране особенно когда она русскоязычная на одном языке дети говорят вот и на лето если вы приедете на долгий вдруг отдых сюда мы тоже будем рады организовать ваших детей потому что у нас будут летние лагеря ребят у нас будет городской лагерь здесь непосредственно в Катюше и у нас будет лагерь как и в прошлом году Анталия Камп это при отеле на все включено Ника давала уже обзор да ссылочка тоже внизу оставь увидеть можно это тоже посмотреть и уже подробно там познакомиться спасибо вам за просмотр этого видео увидимся на канале Мама на море в следующих сериях пока пока друзья давай так по шкале пятибалей на пятерочку самое что понравилось что понравилось все понравилось подружек завела уже на воду да только супер с фоквардом разобралась да получается да тьютер помогает наставник рядом супер я очень рада тогда желаю успехов так девчонки тут еще решили дополнение оставить по нашей столовой по еде ну что если оценить столовку от она до десяти то я поставлю миллион миллион то есть вкусно да нравится мы рады мы для вас стараемся что больше всего нравится вы на завтраки ходите и на обед и на полдники да ну значит все вкусно расставите нам миллион супер то есть мне и и и и и